От Луки, Святаго Евангелия, чтение, рече Господь, якожи хочете, дотворят вам человецы, и вы творите им такожде. Аще любите любящих вас, кая вам благодать есть, ибо грешники любящие их любят. Аще благотворите благотворящим вам, кая вам благодать есть, ибо и грешники тожде творят. Аще взаим да и те от них же чаете восприятие, кая вам благодать есть, ибо и грешники грешникам взаймы дают, да восприимут равное. А баче любите враги ваши, и благотворите, и взаймы давайте не чесожечающе, и будет мзда ваша много. И будете сынови вышняго, яко той благ есть, на неблагодарные и злые. Будите уба милосерди, яко же я отец ваш, милосердие есть. Во время он, о, рече Господь, притчи сия. Подобно есть Царство Небесное сокровищу сокрытому на селе. Еже обрет человек сокры, и от радости его идет, и вся элика имать продает, и купует село то. Паки, подобно есть Царство Небесное человеку купцу, ищущему доброго бисера. И же обрет един многоценный бисер шед, продаде вся элика имяше, и купи его. Паки, подобно есть Царство Небесное неводу, вверженному в море и от всякого рода собравшу. Игда же исполнися, извлекоши его на край, и седши избраша добрые в сосуды, а злые извергоша вон. Так будет в скончании века, и зыдут ангелы, и отлучат злых от среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Ту будет плач, и скрежет зубом. Глагола им Иисус, разумеете ли вся сия? Глагола ша ему, да, Господи. Он же, реча им, сего ради всякий книжник, научившийся Царствию Небесному, подобен есть человеку домовиту, и же износит от сокровищ своих новая и ветхая. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Сегодня перед нами трапеза из притч. 13 глава Евангелия Матфея. Это притчи, в отличие от Луки, короткие. Помните, мы в преддверии Великого Поста, например, мы читаем притчи, такие как рассказы. Допустим, притчи о мытаре и фарисее, или притчи о блудном сыне. Это целая такая повесть, хотя краткая, но при этом в масштабах Евангелия очень пространная. Там притчи о богаче и Лазаре. Это целые рассказы. Вот у Луки притчи, это рассказы. А у Матфея мы сегодня читаем такие краткие, такие как стрелы, пущенные в мишень. Надо помочь Слову Божьему попасть как раз в мишень, то есть в сердце наше. Да, как говорил в блаженной памяти митрополит Антоний Суровский, говорил, что Слово Божие – это острейшая стрела, перед которой не устоит никакая броня. Но этой стреле нужна крепкая рука, меткий глаз и сноровка, и хороший лук. И вот лук, глаз и руку дает человек. Потому что если нет этого меткого глаза, крепкой руки и хорошего лука, стрелы в колчане лежат или летят в разные стороны, никуда не попадают. То есть надо помочь Божьему Слову попадать туда, куда надо. Это дело краспастырей, катехизаторов, проповедников, которых у нас миллион. На радио, на телевидении, в воскресных школах, в академиях, семинариях, в каждом храме, в епархиях у нас так много должно быть этих искусных лучников, что не должно быть ни одной непробитой брони. Все кольчуги врага должны быть прошиты насквозь. Должен быть крепкий меткий глаз, крепкая рука и хороший лук. Мы должны помочь. Поэтому Павел говорит о себе, что мы соработники у Бога, мы помогаем Господу. Зачем Богу помощь? Оказывается, нужно. В проповеди Евангелия эти сильнейшие, эти острейшие стрелы нужно метать как раз этим помощником Господа Бога. Итак, Матфей говорит кратко, у Матфея Христос говорит короткими притчами. Еще заметьте себе, пожалуйста, что Христос очень мало говорит прямой речью. Вот так вот просто. У него простые проповеди, только в начале и в конце. Нагорная проповедь – это простая беспритчевая речь. То есть там он говорит, как подавать милостыню, как смиряться, как терпеть, на что готовиться, как очищать сердце. Он там все говорит ясно. И в конце уже, когда перед смертью он уже шел на страдания, он тоже последние свои беседы с учениками говорит ясно. Так что они даже и удивились. Они говорят, вот теперь мы видим, что ты притчи никакой не глаголишь, теперь мы знаем, что от Бога исшел. Он говорит, ныне ли вы, только сейчас вы это все поняли, ныне все меня оставите одного, все соблазнитесь в ночь сию. То есть он говорил просто, только в начале и в конце. А все свои три года проповеднической деятельности Господь говорил притчами. В этом есть такая великая интересная вещь. Во-первых, он сын Давида, это его мессианское имя. А у нас есть в истории самый великий приточник, это Соломон, он тоже сын Давида. Сын Давида, царь Верусалиме, это пророческая фигура. И Христос, как сын Давида, должен был, подобно Соломону, говорить притчами. Притча – это такая хитрая вещь, которую слышат все. В принципе, даже понять могут все. Но приложить ее к жизни может далеко не каждый. Для этого надо иметь мудрое сердце. Поэтому человек будет безответен. Слышал? Слышал. Понял? Понял. Сделал? Нет. Налево. Слышал? Слышал. Понял? Понял. Сделал? Сделал. Направо. Там все будет, вот примерно так оно все будет. Итак, что мы сегодня слышали? Это 13 глава от Матфея, вы сегодня ее прочитаете еще раз, потому что мы не все из нее прочли. Там есть много того, что мы не прочитали. Например, притча о горчичном зерне. Она осталась чуть там раньше, мы ее не прочли. Мы читали сегодня про жемчужину, о том, что Царство Божие, подобно некому человеку, который нашел некую жемчужину, ищет он купец, ищет доброго бисера, он нашел некую такую драгоценную жемчужину, настолько дорогую, что продал все, чтобы ее приобрести. Мы это можем заметить, например, в мире всяких собирателей, филателлистов или каких-нибудь таких искусных коллекционеров. Человек найдет какую-нибудь там марку 1815 года, он готов за нее продать все, что у него есть, потому что ему этот кусочек бумаги никому непонятный нужен. Он человек, который собирает там картины или еще что-нибудь, какие-то раритетные вещи, он гоняет за этими вещами. Никто не понимает, зачем ему нужен этот хлам, а он готов за него все отдать, чтобы приобрести вот это, никому непонятное. В этом смысле Царство Божие именно этому и подобно. Искренний человек, ищущий спасения и Бога угождения, похож на такого же сумасшедшего. Он стремится там поститься, раздавать, молиться, он там ночь не поспит, куда-то ездит в разные паломничества, какие-то книжки собираешь, что-то читает по ночам, что-то он делает, его оскорбляет, он прощает, хотя мог бы дать в ответ. Ему там что-то на него наезжают, он говорит, да ладно, порешаем миром. Он сумасшедший, он непонятный человек. Он как раз вот тот филателлист, который нашел себе драгоценную марку. Он тот купец, который нашел себе драгоценную жемчужину и готов продать все то, что другим дорого. Для других это дорого, а для него нет, потому что у него есть нечто более дорогое. Вот проверим себя, мы так относимся к Божьему Царству или нет. Мы готовы ради Божьего Царства, ради правды Его жертвовать всем. Сначала, скажем, вещами, потом деньгами, потом временем, потом здоровьем, потом жизнью. Это такой восходящий путь. Надо постоянно что-то отдавать. Как говорит Златоуст, если касается вещей, отдавай сначала ненужное. Ну, посмотри, сколько тебе ненужного в шкафу, там где-то в кладовых, да куча ненужного. Мы обросли ненужными вещами, а кому-то они нужны. Вот сейчас, зимой этой в Мариуполе, кому-то будет нужно твое восьмое пальто. У тебя их восемь, а там ни одного. Нужно отдавать сначала ненужное, а потом нужное, а потом время жизни своей, а потом здоровье, а потом и жизнь свою. Это восходящий путь к Царству Небесному. В этом смысле ты дурачок для окружающего мира, ну и хорошо. И я уже говорил не раз, и еще раз повторю. Если вас не считали дурачками неверующие люди, значит вы неверующие. Если неверующие вас считают за своих, и не считают, что вы того, то значит у вас нет веры, потому что для неверующих мы идиоты. Мы люди, совершающие абсурдные дела, занимающиеся неизвестно чем. Понимаете? Вот эта притча об этом. Потом еще говорит сегодня, значит, что еще больше. Другая притча говорит, что некий человек нашел какое-то сокрытое сокровище на поле. И он продает все, чтобы купить это маленькое поле. И его тоже считают за странного, потому что поле неказистое. А он дает страшные деньги, потому что он знает, что здесь сокрыто великое сокровище. Ну представьте себе, например, какие-то несчастные бедуины ходили по Аравийскому полуострову еще до 20 века, жили в палатках и ездили только на верблюдах. А сегодня там стоят самые высокие небоскребы в мире. Сегодня там самые собранные технологии передовые в мире. Откуда это? Из-за того сокровища, которое под песком хранилось. Из-за нефти, по которой они ходили тысячу лет и не умели ей пользоваться, и не знали, по чем они ходят. Потом они узнали и свои эти пески продали, а за них купили все, что хотели. Это как бы похоже. Если ты узнал, где хранится сокровище, ты действительно будешь готов все отдать, чтобы купить вот этот кусочек земли, на котором скрыто сокровище. В этом смысле Евангелие Божие – это такое неизвестное богатство. Оно вроде бы открытое, но кто мог, от кого скрыто Евангелие? Не от кого. Бери книжку, читай. Если имеешь сердце чистое, все поймешь. Но в то же время Евангелие – это и есть скрытое на поле сокровище. И только малое число людей совершают подвиг, продают все, что есть, покупают этот маленький кусок земли, и потом раскапывают ночью на нем сокровище, и бесконечно, сказочно, чудесно обогащаются. Потом мы слышали еще сегодня у Матфея из 13 главы. Напоминаю, 13 глава, нужно сегодня дома ее прочесть, после обеда или перед обедом, закрепить услышанное. Там еще говорится о том, что нас проверят. То есть мы сейчас, находящиеся в церкви, уже считаемся вошедшими в царство. Если еще не в тронный зал, то, по крайней мере, в предбанник. То есть мы сейчас все в храме стоящие, крещеные люди, пришедшие в воскресный день в храм Божий, мы все стоим как бы на пороге будущего царства. Это так, это аминь. Но нас еще проверят. Притча следующая говорит о том, что царство Божие похоже на невод, невод, сетка рыбацкая, которая закинута в море, вытащила много разных рыб. И потом люди сели и отобрали. Хорошее в одну сторону, плохое в плохое. Это, помню, то же самое, что в притче говорится о людях, пришедших на брак, где царь сам ходил между возлежащими и нашел кого-то, одетого в худую, некрасивую, небрачную одежду. Говорит, свяжите его, выкиньте вон. То есть между нами ходит Господь, проверяя нас. В день страшного суда все христиане вместе со всеми язычниками будут проверены. И хорошую рыбу заберут в одну сторону, а плохую в другую. Поэтому не гордись, но бойся. Мы спасены в надежде. Так написано. Мы спасены в надежде. Надежда, когда видит, уже не есть надежда. Надежда, когда видит, это уже знание. А мы спасены в надежде. Поэтому еще говорится, что со страхом и трепетом свое спасение соделывайте. С одной стороны, мы уже спасены, а с другой стороны, нужно совершать, соделывать свое спасение в страхе и трепете. В трепете ожидания страшного суда, на котором отделится тонко грязное от чистого, шелуха от зерна, и одно зайдет туда, а другое отлетит в сторону. Поэтому имейте Божий страх, братья и сестры, потому что никто из нас еще достоверно не прописан в Царстве Небесном. Достоверно нет. Если хотите, такой образ вам преподам. Мы должны написать свое имя на камне. То есть представьте себе, что вы гравировщик по камню, и ваше имя уже написано карандашом на камне. Только теперь искусственный человек должен зубилым молотком из этой карандашной записи сделать запись, которая не стирается. Вдолбить ее в камень навсегда. Вот так имена наши записаны уже на Божьих скрижалях, но пока что только карандашом. А нужно сделать так, чтобы это имя было там отбито навсегда, чтобы его не стер никто уже. Понимаете? Чтобы мы были точно прописаны в Царстве Небесном. Как Серафим Саровский. Как Блаженная Матрона. Как Ксения Блаженная. Как апостол Павел. Как все святые. То есть это и есть наш труд. Над чем мы трудимся? Чтобы превратить возможное в реальное. Потенциальное в действительное. Чтобы штрихпунктирное стало настоящим навсегда. Потому что у нас всех просмотрят, провеют, просеют и переберут. Любая беда просеивает мир. Вот эта вот война, она просеяла людей. И сразу вскрылись. Воры вскрылись. Трусы вскрылись. Предатели вскрылись. В одну секунду. Вчера еще было непонятно. Все понятно. Всем все понятно. И про себя понятно. И про соседа понятно. И про всех понятно. А это маленькая беда. Это смех. Это нарыв на пальцы. Страшный суд будет вселенская беда, которая отделит злых от добрых. Поэтому сегодня нас Матфей предупреждает. Нас еще переберут и просмотрят. А то время, которое остается, должно быть благоразумно потрачено на то, чтобы мы сделали явным свое призвание и не потеряли его. И в конце Христос здесь, в этой главе, говорит нам очень важные вещи про Ветхий Завет, которые люди читают мало. О чем мне приходится даже со священниками спорить. Потому что у нас есть такие безумцы-священники, которые говорят, говорят, не надо читать Старый Завет. Не надо. Или люди приходят, говорят, подскажите, что мне прочесть первое из старого Завета, Исайю или притчи, или бытие. Что? Он говорит, да бросьте вы это. Зачем эти старые книжки? Мы живем в благодати. Мы живем в Евангелии. Нам не нужны эти старые ветхозаветные мудрости. Есть такие безумцы, носящие на себе протеерейские иерейские звания. А сегодня мы слышим, что в Евангелии. Христос произнес притчи, спрашивает, поняли вы? Они говорят, поняли. Да, Господи, поняли. Так вот, всякий книжник, научившийся Царству Небесному, подобен человеку богатому, выносящему из своих сокровищ ветхое и новое. Это он нам здесь дает задачу, чтобы мы изучали и ветхое, и новое, и Старый Завет, и Новый Завет. Помните того избитого человека в притче про милосердного самарянина, которого милосердный самарянин подобрал на дороге, раны ему промыл, привез его в гостиницу. Помните, он заплатил гостиннику две монеты. По объяснению отцов, это два завета, ветхий и новый. Из них нужно затратиться благодатно на исцеление души человеческой. Ветхое и новое нужно. По словам блаженного Августина, новый завет скрыт в ветхом, а ветхий завет раскрыт в новом. Они нужны друг другу, как солнце и луна, как светило великое для освещения дня и светило малое для освещения ночи. Вот когда вы читаете из бытия, как Исаак нес дрова на гору, вы разве не видите здесь Христа, который поднимается с крестом на голгов? Это же пророчество. Когда вы читаете про Иону, который в черево Китова попал, вы разве здесь не видите, как сам Христос сказал, что знамение, это знамение Сына Человеческого, это образ Христа, сходящего в ад. А когда мы видим Иосифа, братьями проданного и вознесенного на великую высоту, разве мы не видим в этом Христа униженного, а потом Христа возвеличенного, которого до сих пор не узнают его братья. Весь Ветхий Завет раскрыт в Новом, и весь Новый Завет скрыт в Ветхом. Поэтому нашим правилом должно быть любовное изучение священных текстов Старого Завета тоже. Вот сегодня мы читали с вами Исаию, одну из главу, какие красивые слова. «Мысли мои не мысли ваши, советы мои не советы ваши, но как небо отстоит от земли, так мысли мои отстоят от мыслей ваших». Читаешь и понимаешь, что Бог правит с миром не по-моему. Он делает не то, что я сегодня хочу, а то, что Он знает, ибо Он знает гораздо больше, чем все мы вместе взятые. Мысли его не мысли ваши. Надо это знать? Надо. И все это нужно читать и изучать, и вот сегодня вам предлагается такое опять библейское встегивание, такое, чтобы мы... Мы же служим не каждый день. Если бы мы служили каждый день, то мы бы читали с вами каждый день псалмы, пророчества, Евангелие и апостол. Мы бы каждый день проповедовали, и были бы, жили бы как древняя церковь. Но мы так жить не можем, к сожалению, пока, как в катакомбах. Поэтому мы ходим на работу, там ходим по магазинам, там лежим на диване, смотрим телевизор, занимаемся ерундой, и только в воскресенье отделяем два часа жизни на то, чтобы прославить воскресшего. Ну так давайте вот эти оставшиеся дни, от воскресенья до воскресенья, займем полезными делами. Одним из главнейших полезных дел является изучение божественных писаний. Вот вы и должны быть теми мудрыми книжниками, которые выносят из сокровищницы и ветхое, и новое. У кого еще Библия не лежит на прикроватном столике? У кого еще в Писании священном, в Библии святой, нет двух закладок в Новом Завете и Ветхом Завете? Кто еще не завел себе блокнотик для выписывания самого понравившегося или самого непонятного? Кто еще не полез в разные источники, чтобы найти у Блаженного Августина, у Кирилла Александрийского, у Амбросия Оптинского толкование на то или иное слово из Божественного Писания? Кто еще этого не сделал? Эй, лентяи, кто этого не сделал? Умирать скоро, умирать скоро. Беда будет еще жарче, еще хвост накрутят нам так, что мы будем выйти плакать. Давайте будем делать то, что Бог приказал, и тогда будет не страшно смотреть в будущее, потому что если мы не делаем того, что Бог приказывает, нас охватывает трусливый трепет от того, что мы ожидаем, как написано в том же Евангелии, что людей будет охватывать ужас от бед грядущих на Вселенную. Еще беда не пришла, на всех уже паника. А у кого нет паники? Кто тверд, как скала, кто стоит на камне Божьего Слова? А кто похож на заячий хвост или на падающий лист? Кто живет суетной головой своей и заячьим сердцем своим и не держит в руках Святое Писание, у кого ни в сердце, ни в голове нет святых псалмов и Святого Евангелия. Поэтому я вам не то, что там приказываю, я просто вас зову, зову в царство, зову в рай и зову вас быть бесстрашными и крепкими в мире, как адамант, как бриллиантик, будьте маленькими, но будьте тверденькими, как маленький бриллиантик, как то сокровище, скрытая на селе, как драгоценная жемчужина. Для этого нужно постоянно изучать ветхое и новое, радоваться о божественных словах и постихонечку, потихонечку, вы это узнаете, оно будет просачиваться из головы в сердце, а если он в сердце зайдет, ничего больше не нужно, уже больше ничего не нужно. Тогда уже действительно не боюсь я никого, только Бога одного и не верю никому, только Богу одному. Вот это наша святая, священная работа. Кто ее ведет, пусть ведет, и усиливается, а кто ее не начал, пусть начнет сегодня, потому что завтра будет поздно. Честное слово. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе!